Всем привет! Дядя Юра дает прогноз на матч первого тура Лиги Наций Словения-Греция. Статистика команд. Словения. Словения в последних 15 своих матчах 9 матчей отыграла на обе забьют нет и 10 на тотал меньше. Было 6 поражений, 5 ничьих и 4 победы. Греция. В последних 15 своих матчах сборная Греции 9 матчей отыграла на обе забьют нет и 9 на тотал меньше. Было 7 поражений, 2 ничьих и 6 побед. Последние 3 матча греки выиграли. Как видим, обе команды больше тяготеют к низовым матчам. У сборной Словении пошла серия из пяти к ряду матчей на 1-1, что в итоге сказалось в пользу рынка обе забьют «Да». Результаты обеих команд за последние два года примерно сопоставимы, с той лишь разницей, что концовку 2019 года греки закончили на мажорной ноте, выиграв последние три матча, а славянцы наоборот, проиграли три с последних четырех. Последний раз соперники играли в товарищеском матче еще в 2012 году, тогда было 1-1. Боки фаворитом ставят хозяев на эту игру. Да, Словении играют дома достаточно прилично, о чем говорит хотя бы недавняя победа над поляками. Но и вариант ничейного исхода не будет неожиданностью. Примеров тому множество. Кипр, Норвегия, Северная Македония. Это все команды уровня примерно сборной Греции. То, что этот матч могут выиграть гости, маловероятно. Поэтому надо выбирать между ничьей или победой хозяев. Что до результативности матча, то, как уже было сказано, Словении и Греции больше тяготеют к низовым играм. А вот на счет обе забьют «Да нет» тут примерно 50 на 50. С момента последних игр сборных прошел почти год. Если все же отталкиваться от того, что было осенью 2019 года, то вариант с результативной ничьей на такой матч очень вероятен. В итоге у Дятюры получилось примерно тотал меньше обе забьют «Да» плюс «Х». Ставки на обе забьют «Да» и на ничью достаточно скользкие и далеко не очевидные. Остается классическая ставка в тотал меньше 2,5 за 1,62. На ней останавливает свой выбор Дятюра. Но у вас может быть иное мнение на этот счет. На этом все. Дятюра верит, что у вас все получится. Всем активистной удачи. Будьте здоровы и болейте только за свою любимую команду. Субтитры сделал DimaTorzok